Еще сто лет назад за всю летопись «Жизни человека» отвечала церковь, хранившая данные в метрических книгах. С приходом советской власти эту важную работу возложили на органы записей актов гражданского состояния. 18 декабря 1917 года появилась структура, которая сопровождает человека всю жизнь, от рождения до смерти. Работник ЗАГС – это особый, наверное, человек. С одной стороны это правовед, с другой стороны психолог, и с одной, с другой, самое главное, это человек, с большой буквы. Энтузиаст своего дела, творческий, находчивый, имеющийся обиволезноваться, переживать, потому что, вы сами понимаете, вся жизнь человека, проходящая так или иначе на глазах у сотрудника ЗАГС, связана с разными событиями. Действия, которые мы имеем, демографии, то есть рождение наших молодых поколений, есть и заслуга, наверное, и, надо сказать, и органов ЗАГСа, потому что все мероприятия, которые они проводят, лекции, беседы, разъяснения и так далее, конечно, оказывают положительное воздействие, наверное, на человека. Юбилейное торжество Брестской структуры ЗАГС открыла выставка исторических документов и свадебной фотографии. На почти 80 снимках уместилась интереснейшая история развития не только искусства съемки брачного торжества, но и свадебного костюма. Автор экспозиции Ольга Ухналева сама работает фотографом и с удовольствием делится своим вдохновением с другими. Свадьба – это, конечно, сакральное, такое особое таинство, безусловно. И второй момент, что какими бы бедными ни были люди, иногда у них не было денег даже на платье, но фотограф свадебный всегда был. Наша единственная цель была – это положительные эмоции. Мы хотели, чтобы люди пришли и улыбнулись. Вместе с тем, ведомство записей актов гражданского состояния – структура более чем серьезная. Она входит в систему юстиции и каждый из работников имеет юридическое образование. По долгу службы они владеют многими семейными секретами, которые не имеют права разглашать. А еще все специалисты ЗАГСа – хорошие психологи. Наши сотрудники все красивые, ухоженные, приветливые, вежливые. Являются своего рода даже психологами, потому что действительно возникают и конфликтные ситуации, когда приходят пары на регистрацию расторжения брака. Бывали случаи, даже когда удавалось примирить такие пары. Конечно, бывали случаи, когда родители даже не могли договориться о выборе имени своего ребенка. Даже в этой ситуации сотрудники отдела ЗАГСа оказывают помощь и психологическую поддержку в выборе имени своему новорожденному малышу. Брестская область – лидер в республике по рождаемости, и в этом есть заслуга работников ЗАГСа. Об этом говорили и на торжественном собрании, где награды получили лучшие работники и ветераны ведомства. Только в Бресте за неполных 11 месяцев зарегистрировано 2915 малышей. Узами брака себя связали 1542 пары. В год Брестский ЗАГС делает порядка 5500 записей актов гражданского состояния. Для каждой пары как-то хочется сказать по-своему. Даже иногда может не то, что слова какие-то, а даже интонация какая-то другая. Потому что вот когда посмотришь на жениха, на невесту, с каким они взглядом смотрят, как они друг к другу относятся, вы знаете, это даже сразу заметно. Мне даже кажется, за все годы моей работы я могу даже определить, как они будут жить вместе, как они подходят даже расписаться в журнале. Почетные грамоты, поощрительные премии, цветы и слова благодарности за труд на благо человека и государства – это лишь малая часть признания заслуг. Столетний рубеж пройден, впереди новые события. И какими бы они ни были, радостными или грустными, внимательные и отзывчивые специалисты ЗАГСа всегда окажут помощь и помогут в сложной ситуации.